Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вроде звук пошел. Итак, значит, что же из себя представляет этот брейк сам по себе? Как я сказал, это интервальная дробь 4 через 2. Укладывать мы это будем либо в один такт 4 четверти большой. Раз, два, три, четыре. Либо в два такта 4 четверти, если мы считаем быстро. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Либо один большой такт 8 восьмых. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Собственно, так этот момент, в принципе, укладывается в эту ситуацию. Что, значит, из себя представляет брейк? Как я сказал, опять же, повторяюсь, это интервальная дробь 4 через 2. Но чтобы нам ровно уложить это в тот самый, так скажем, размер тактов, который нам необходим, мы сделаем небольшую хитрость. Мы четыре раза повторяем вот эту последователь. Это один раз считается. Вот, соответственно, четыре раза мы это дело проделали. И потом довершаем четырьмя обычными одиночными ударами. То есть, либо по малому барабану, либо по малому барабану и напольному тому, либо по малому барабану и навесному тому. Перепутал нахрен все это дело, но вы поняли, о чем я. То есть, либо четыре сюда, либо два сюда, два сюда, либо два сюда, два сюда. Ну и, конечно же, запоминаем чередование. интервальная дробь 4 через два эта штука повторяется четыре раза и потом мы проделаем четыре удара либо в общем вспоминаем но есть еще одна хитрость этот брейк у нас играется таким образом что правая рука не всегда находится на малом барабане она у нас будет гулять в разные стороны то есть переходить с малого на напольный том соответственно при этом применяя ту же самую аппликатуру получается следующее уже интересней вариантов как вы можете видеть многообразие должен обратить внимание на правую руку смотрите она в принципе с малого барабана на напольник переходит но она не переходит а вот в таком вот режиме что рука собственно гуляет до ситуация в том что кисть у нас находится на одном месте вот примерно над правым коленом палочка гуляет вот таким вот образом то есть туда сюда туда сюда поэтому для начала вы можете просто потренить вот это вот упражнение и соответственно просто приучить вашу правую руку к этому нехитрому движению как вы можете видеть в принципе если приловчится то ничего сложного в этом нет соответственно как я уже сказал мы все это дело укладываем в два такта четыре четверти либо один так 8 8 опять же повторяюсь и применять это можно в принципе совокупность абсолютно любым с абсолютно любым грувом то есть как интенсивный грув когда у нас малый барабан бьет на 2 на 4 1 2 3 4 что-то такое бодрое так и в более таких качевых медленных грува когда малый барабан наносит удар исключительно на 3 1 2 3 4 1 2 3 4 всякие трешевые дезовые прочие фишки в принципе тоже очень хорошо укладываются в эту самую конструкцию этого брейка то есть принципе его можно применять где угодно вот соответственно сейчас напоследок да я вам покажу опять же по импровизирую какие-нибудь усочки чтобы вы смогли для себя сделать выводы как это все используется вот в сам брейк сама его конструкция сама его область применения думаю вам уже понятно я в принципе все объяснил все показал поэтому поехал я поэтому надеюсь вам в принципе все понравилось ну и соответственно не забываем подписываться на этот канал ставить пальцы вверх писать различные комментарии также напоминаю что производится набор на октябрь для тех кто хочет научиться играть на барабанах дистанционном формате вот всем спасибо за просмотр этого ролика увидимся в следующих выпусках а я сейчас что-нибудь будет Субтитры сделал DimaTorzok